Границы бывшего Семипалатинского ядерного полигона пересмотрят. Теперь его территорию сократят вдвое. Об этом сообщил генеральный директор Национального ядерного центра. По словам Эрлана Батырбекова, ученые уже провели комплексные исследования, охватив две трети площади объекта. Завершить работы планируют через два года. Подробности в материале Адильхана Сахари. Вот уже 10 лет лаборатория Национального ядерного центра исследует поведение радиоактивных веществ в воздухе и воде. По словам специалистов, радиационная опасность зафиксирована только в очагах взрыва. Однако высокие показатели радиации наблюдаются также и в бассейне реки Шаган, впадающей в атомное озеро. Отмечено повышенное содержание радионуклида третий в данной реке, в воде реки. Даже за пределами Семипалатского полигона на расстоянии порядка 10 километров. Но так как эта река у нас находится под особым контролем, мониторинг на реке проводится в нескольких местах, начиная от атомного озера и заканчивая рекой Иртыш. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что в реку Иртыш повышенных концентраций радионуклида третий не поступает. Национальный ядерный центр объединяет несколько научно-исследовательских институтов. Все они занимаются поиском радиации на полигоне. Исследования проводятся совместно с Международной организацией МАГАТЭ. Близится к завершению второй этап проекта. Через пару лет начнется третий. Основная цель – возвращение некогда зараженных земель населению под сельское хозяйство. В моем понимании, что где-то, наверное, половина территории Семипалатского полигона уйдет, можно будет использовать в качестве мирных целей в нашем народном хозяйстве. Но другая, вторая половина должна будет оставаться навсегда в территории Семипалатского полигона. Это, безусловно, площадки опытного поля, это площадки, на которых проводились ядерные взрывы, Идиги, Лена, Ктан, Берлии. То есть все площадки, где проводились испытания ядерного оружия. Это, безусловно, наши площадки, наши экспериментальные установки, ядерные реакторы. Один из наиболее крупных проектов Национального ядерного центра – установка «Токомак», которая посредством термоядерного синтеза вырабатывает неиссякаемый источник энергии. За этой разработкой с интересом наблюдают многие ученые мира. В планах центра и создание условий для развития международного туризма. Но все это, конечно же, после того, как будут заново обозначены границы полигона. И огорожены опасные зоны. По прогнозам специалистов, этот процесс займет около двух лет. Полигон поделят на три части. Половина земель, пригодная для ведения сельского хозяйства, около 20% территории следует превратить в зону особого контроля. Остальное же можно будет использовать в производственных целях. Адильхан Сахарибул от Кокенайула, Медит Умирханов, Хабар-24, Восточный Казахстан, Курчатов.